Микс Ньюс Добрый вечер, друзья. Программа «Синема». Сегодня говорим о кино. Очень много интересных тем у нас будет. И сегодня в нашей студии Сергей Мусатов «Кинокултс». Собственно говоря, возможность посмотреть многие фильмы на большом экране. Те фильмы, которые прошли, может быть, давным-давно, но возвращаются к нам. Об этом тоже будет разговор. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и с чего начнем? С премьеры может быть? С фильма «Проем». Да. Кино, которое было показано на фестивале недавнем и фильм, который выходит на экраны, фильм, с которым связывают большие надежды. Я понимаю, и это такое авторское кино. Прокатчики. Большие надежды. Но не только прокатчики. Во всяком случае, ведь, да, действительно, я вспомню, что разговоры о нем шли вот именно как о потенциальном фильме, который может попасть в «Оскаровские» номинации и вообще наделать много шума и на фестивале. Надеемся на шум. Фильм «Проем» или «Далеко» — это артовская работа Гинца Зелбаодеса, которая премьеру пережила как раз на фестивале в «Анессе» французском. То есть это один из самых котируемых фестивалей в жанре анимационного кино. Поэтому то, что он там в фильм пережил свою премьеру плюс и получил не главный приз, но все равно получил приз «Контерчамп», то это очень радует. И сейчас, буквально через неделю, у нас тоже появится возможность посмотреть фильм на большом экране. Почему авторское кино? Как раз, Олег, вы очень точно только что дефинировали, что это полный мириалдское кино, потому что Гинц сам снял, то есть сам придумал историю, сам нарисовал, сам смонтировал, сам сочинил музыку. И в этом плане это заняло у него три с половиной года, но тем не менее это получается тогда его личное видение. И очень приятно, что мы можем как раз такое кино прокатывать в анимационном жанре. Плюс это, мне кажется, если я не ошибаюсь, это первый анимационный фильм, который был сгенерирован на компьютере, то есть CGI-анимация. И в этом плане тоже что-то новое. Фильм без диалогов, то есть это скорее эмоциональные приключения для каждого зрителя. И я думаю, что мы пытаемся уйти от так сказать наклейки или обозначения, что это семейное кино, потому что когда мы говорим семейное кино, там, не знаю, битхомин, семейное кино, то это значит, что вот мы с детьми можем посмотреть. А мы бы хотели думать, что фильм «Далеко» это кино для зрителей любого возраста, поскольку фильм, как я уже помню, он без диалогов и работает на символах, на метафорах, и дети, которые посмотрели фильм, комментируют, что это... Ну, в смысле, он нравится им как сборник архетипов героев. То есть, есть герой зло, есть герой наш главный протагонист, есть герой-друг. В свою очередь, более старшее поколение уже интерпретирует там монстра как депрессию или прокрастинацию, или некоторые даже пытаются интерпретировать сам фильм как путешествие вот Гинца, режиссера к реализации этого проекта и то, насколько иногда он сложно дается и то, как сложно дается создавать такой проект в одиночку. То есть, интерпретации много, и сам Гинца уже сказал, что он не хочет рассказать свою интерпретацию, чтобы как раз у зрителя оставался свободный лист для размышлений. Можно ли сказать, что здесь какое-то влияние аниме присутствует? Абсолютно. Более того, я думаю, что есть, во-первых, влияние аниме, влияние студии Гибли и Миязаки, более того, я потом еще посмотрел Гинца в Инстаграме, в его профиле, какие у него были фотографии из его путешествия в Японии и заметил, что там буквальные отсылки есть на японскую природу или на японский стиль или на японскую культуру. Поэтому в этом плане, да, это кино более медитативное и напоминает скорее такую кино поэзии. То есть, если есть желание как раз на какое-то вот на 74 минуты окунуться в другой мир и избежать, возможно, слишком быстрая темпа нашей ежедневной жизни, то как раз вот такое кино может помочь. чем. Поэтому очень интересно смотреть его как раз как такое сплошное целностное кино, которое нельзя разделить, скажем, на вот это актерская работа, вот это музыкальное сопровождение. То есть, это все чувствуется на одном дыхании. То есть, с одной стороны, получается, что этот фильм можно смотреть, поскольку в нем практически нет диалогов абсолютно ну, людям разных и национальностей культур, и не надо будет читать субтитры, там это все будет понятно. И я понимаю, что он, значит, получается, идея фильма, сценарий, прорисовка всех персонажей и музыка. И музыка. Музыка тоже сочинила, музыка, кстати, можно даже найти в Spotify, Гинц уже выложил. Да, это все его работы, и это напоминает мне, кстати, вот классика Жанна Ренуа, была цитата о том, что кино по своей сути является результатом работы нескольких команд, нескольких людей, поэтому это командное искусство, в отличие от, скажем, книга, которая единичная искусствия, или картина, которая тоже искусства одного индивида. Но вот в этом плане как раз про яму далеко, это тоже работа одного индивида, одного человека, поэтому это опять-таки такой целостный продукт, его везде. Да, я сейчас даже отвлекусь, дело в том, что я скорее обращусь к нашему звукорежиссеру, поскольку нужно будет нашему гостю уйти без 15-6, просто попросить, что мы тогда без рекламы одним цельным пуском, да, это наша закулисная кухня, и возвращаясь к фильму «Проэм», когда можно будет посмотреть эту картину, и опять-таки вопрос, в каких кинотеатрах их будут показывать. У нас получается так, что первые, самые первые сеансы уже будут в это воскресенье, поскольку фильм номинирован на «Большого Криста» в жанре анимации, анимационный художник и анимационный режиссер, то в воскресенье будет сеанс «Восплендит Павас», а после этого, начиная с 15 ноября, у нас будут сеансы как в рижских кинотеатрах, это «Форум Синемас», «Синамон», «Сплендит», «Касунс», также будет и «Кинобиз», извиняюсь, и также будут в некоторых регионах кинотеатры, которые тоже решили рискнуть с такой достаточно сложной картиной, потому что это нестандартная все-таки анимация, это не голливудский анимационный фильм, то есть, они будут скорее всего миньонов или такого вида персонажей, рискнуть с анимацией, и есть кинотеатры, мне кажется, в Сигуде были, в Валмире, в Талсе, в Резекне, то есть, надо посмотреть, если будут показываться в вашем кинотеатре, если вы находитесь вне Риги. Что заставило заняться продвижением этого фильма, что привлекло в этой картине? Мы немного иронизируем, что привлекло название, потому что у нас предыдущий фильм, который мы прокатали, был рядом, Буакус, теперь у нас проем далеко, поэтому мы надеемся, что следующий фильм будет несколько далеко или совсем близко, но в данном случае интересует то, что это так же самое, как было с фильмом Буакус рядом, это какая-то уникальная работа для латвийского рынка, то есть нестандартное кино, нестандартная анимация, и очень приятно, конечно, то, что фильм уже оценен на многих фестивалях, то есть я как раз говорил, что буквально неделю назад 50-й фестиваль взял его в свою программу, но было интересно взять фильм, который был бы достаточно большим вызовом для того, чтобы как раз попытаться рассказать зрителю о нестандартном кино и о том, что такое кино тоже должно показываться и должно смотреться на большом экране, и если у нас накопится большое количество зрителей для такого кино, то тогда и репертуар у нас будет ярче и интереснее. Ну, и эта картина, я понимаю, что, еще раз повторим, что несмотря на то, что жанр мультипликации, она для всех возрастов и подобно, ну, действительно, фильм Миядзаки с, в конце концов, ведь унесенной призраками, тоже сложно отнести вот к какому-либо жанру, что это такое, с одной стороны, и сага, и философия, и история увлекательная, то есть, все в одном флаконе, то есть, наверное, здесь тоже, ну, то, что невозможно четко определить жанр, это, с одной стороны, вот для прокатчиков иногда бывает минус, а с другой стороны, для зрителя это может быть плюс большой, потому что мы, когда привыкаем уже к тому, что мы хотим получить, ну, вот появляется такое ощущение фастфуда, то есть, мы уже знаем, что мы увидим заранее, и немножечко это притупляет вкус, когда мы приходим вот в ресторан небыстрого питания, то тогда мы ждем какое-то удивление, вот то, что удиви нас, говорим шеф-повару, наверное, вот такие параллели. То, что я только предупрелись, что чего не следует ждать от фильма, это вот как раз этого быстрого ритма, который мы тоже привыкли видеть на экране, особенно в анимационных фильмах, это то, что все должно происходить очень быстро, герои меняются быстро, сцены меняются быстро, локации меняются быстро. Тут, в свою очередь, как раз вот такая, я в качестве рекламной кампании хочу сделать один из кадров фильма, как раскраску. У нас как раз появился такой тренд, ну, не у нас, а глобально такой тренд, что можно использовать раскраски для того, чтобы успокоиться, как раз такая небольшая медитация. И вот это вот как раз в таком плане, это как, не знаю, сложить пазл или помедитировать, или успокоиться, и в этом плане как раз, мне кажется, и связь есть с японской культурой, и с такой позиции смотреть фильм будет очень приятно. Удалось ли, ну, лично пообщаться с создателем, объяснял ли он, говорил ли, как, что это, какие смыслы, какие там тайны, загадки в этом фильме? Я лично его спрашивал, и в личном разговоре он рассказал, что именно он пытался, скажем, сказать этим символом, и что он подразумевал под этим символом, но вот публично он не хочет об этом говорить, чтобы как раз остался элемент загадки, и чтобы каждый мог своё увидеть в разных символах. Что для латвийского действительно кино, значит, анимация, ведь когда-то мы славились именно своими анимационными фильмами, латвийская киностудия была очень сильна этим. Ну, вот сложно сказать, потому что, скажем, у нас, если посмотреть на анимацию 20-30 лет, 30-летней давности, то это тоже была достаточно сложная анимация по сюжетам, по символам, я сейчас не помню, как звали автора Джузеппе, где мультик был с дворником, который пытается всё время собирать мусор во дворе, и потом этот мусор превращается в гигантского монстра, который преследует жителей того двора, который раскидывает этот мусор. Мне кажется, очень актуальная проблема, скажем, с нынешним Zero Waste и экологической культурой. То есть, достаточно интересные темы были подняты, а сейчас как-то достаточно мало анимации появляется. И в основном та, которая появляется, она либо у нас была, не знаю, Зелта Зиркс, или адаптации уже существующих книжек, но в этом году в свою очередь у нас вот два есть очень красивых, хороших примера, это значит Проем, Далеко, а второй это Якобс, Мими и Горячие собаки. Тоже была очень красивая анимация с хорошей мыслью насчет того, что надо, как надо относиться к своему городу и насколько хорошо, скажем, жить в Москачке среди домов с характером и районов с характером. Фильм будет показан на Большом Кристопе через, буквально, я понимаю, какое-то время мы узнаем победителей. Да, 13-го числа. 13-го, да, ну и вот как раз, по-моему, в следующей нашей программе как раз придет Дмитрий Ранцев подводить итоги, потому что он как раз посмотрел все фильмы Большого Кристопа, будет интересно, ну уже вот, может быть, после, мы долго выбирали, что лучше, перед вручением наград или все-таки после, подводя итоги, решили, что уже все-таки подведем итоги, но еще раз напомним, что во время Большого Кристопа есть возможность посмотреть все работы натрийских кинематографистов и фильм проем, в том числе, немножечко раньше, чем будет такой массовый его релиз. Ну, я понимаю, что есть еще несколько интересных проектов, которые... Очень много проектов, ну очень много. Очень много проектов, на самом деле, у нас, я, мы будем сейчас говорить об одном классическом сеансе, но до этого еще расскажу немного, что у нас в декабре запланировано сеанс, естественно, к последней части эпической саги «Звездные войны», и к подготавливаясь к этому событию, у нас тоже будет запланирован еще сеанс с несколькими классическими фильмами из саги «Звездные войны», а еще мы будем делать викторину по случаю «Звездных войн», то есть, если есть какие-то фанаты «Звездных войн», то стоит добавить к себе, скажем, в Facebook, друзья, это кинокодс, где мы, собственно, в скором времени и анонсируем такую викторину, у нас проходят тематические викторины на тему, не знаю, сериала друзей или сериал «Марвел», киносериал «Марвел», и в этом плане там очень сложные вопросы, но для фанатов достаточно интересные. Но неужели Дисней действительно закроет эту страницу? Ну, не закроют они ничего. Они сейчас, они сказали, что они хотят немного притормозить с созданием «Звездных войн», но у них к тому же только что выпали создатели следующей трилогии. Сейчас сериал заканчивается, сага заканчивается конкретно сага Люка Скайуокера. Это то, что началось в 1977 году с фильма «Звездные войны. Новая надежда» и то, что продолжалось в течение многих лет, собрав 9 фильмов в свою сагу. При этом вне саги существует еще несколько фильмов. Это, например, «Стар Ворс» «Роу Гуан», «Звездные войны» про Хана Соло. И были запланированы еще несколько дополнительных трилогий. Например, одну из них по плану должны были снимать создатели сериала «Игра престолов». Но вот сейчас они как раз подписали многомиллионный договор с Netflix, поэтому отказались от «Звездных войн». тем не менее над новой трилогией работает режиссер Райан Джонсон, известный по фильму «Стар Ворс» «Ласт Джедай», «Последний джедай», а также по фильмам «Вупер», «Брик», «Кирпич», и скоро у него совсем выйдет фильм «Найвз Аут», «Ножи наружу». Фильм, который мы тоже будем показывать на нашем сеансе. Ну вот, ему довели новую трилогию, и плюс еще, значит, будет сериал сейчас на Диснее, «Мандалорин», который снимает Джон Фавро, плюс Кевин Файги, который, собственно, поставил всю Марвел-вселенную кинокомикс, он являлся продюсером всех 23 фильмов и, собственно, создал новую буквально, не знаю, не платформу, а какого-то монстра, киномонстра, переделал и также и всю киноиндустрию по пути. Ему тоже доверили новый «Звездные войны» фильм, и как раз сейчас многие критики или лицензенты и аналитики говорят о том, не сменит ли он нынешнего продюсера «Звездных войн» Кэтлин Кеннеди, и, скажем, ее пустят на пенсию, он займет ее пост в рамках продюсирования. С другой стороны, ему только что доверили всю франшизу Марвела, это не только фильмы, но и комиксы, телевизионные проекты, наверняка еще какие-то дополнительные игры и виртуальные реальности проекты, то есть у него достаточно уже хлопот. Но это мы так, мы шли «Звездные войны». А на самом деле многие ведь все-таки есть очень большое количество недовольных тем, что постепенно все-таки вот Дисней начинает как-то давить все остальные киностудии, и вот даже была большая статья недавняя, которая читала о том, что не приведет ли это к такому однообразию, поскольку становится понятным, что деньги приносят блокбастеры, и студии стараются вкладываться вот именно уже вот такие проверенные франшизы, но с другой стороны сколько же можно жить вот этими всеми вот когда вытащили из шкафов, там перетряхнули, перелицевали и заново запускаются всевозможные франшизы. То есть где оригинальные? Ведь когда-то вот были как раз «Звездные войны», «Чужие», «Терминатор», ну то есть вот целые вот киновселенные, целые миры создавались, ну вот оригинальные, а сейчас получается, что ну штампуют, продолжают, вот втянуть. Те же «Звездные войны», все тоже «Терминатор». Да-да-да. «Терминатор», кстати, последний так не очень пошел. Провалился абсолютно «Терминатор» последний в американском прокате, скорее всего, провалился в мировом прокате, поэтому пока ставили уже большой крест на этом киносериале. Больше «Терминаторов» Джеймс Кэмерон, он вроде бы заявлял, что все, я вернулся, ребята, вот теперь уже вот будет настоящая игра по крупному и, по-моему, самый слабый. Будет делать «Аватар». «Терминатор» может там лет через пять, скажем, перезапустит, но вот со Шварценеггером, скорее всего, все уже, крест можно поставить. Да, с сериалами достаточно сложно, киносериалами и франшизами. Но, с одной стороны, у нас такая интересная получается ситуация, что все винят, например, студию, не все винят, но многие винят студию «Марвел», что они делают такие штампы и они убивают этим самым кино. Мартин Скорсеси, наш любимый режиссер, сам сказал, что вообще он не считает это кино, он считает фильмы «Марвел», некоторые из которых он видел, тематическими парками развлечения. То есть, это вот не кино, не искусство о том, насколько сложная человеческая натура и насколько иногда она бывает парадоксальной, насколько мы можем ранить друг друга, насколько мы можем любить друг друга. Это вот очень эмоциональная роллер-костер, то есть, вот парк аттракционов. И это, естественно, не только минус для некоторых парк аттракционов, это тоже хорошо, это полиции на большом экране с хорошими спецэффектами увидеть такое приключение, это тоже интересно. Но, с другой стороны, вот, всё-таки хочется, чтобы разный репертуар и был выбор. Разнообразие, был выбор у людей, пойти в парк развлечений или пойти посмотреть что-то. В этом плане у нас две есть ипостати. Это первая, например, пресловутый Джокер, Warner Bros., которые пытались повторить успех Marvel своими фильмами. Warner Bros., принадлежат права на Бэтмена, на Супермена, на Джокера. Они сначала пытались сделать тоже свой киносериал, где несколько героев были, скажем, связаны в свой фильм. Это был Супермен с Бэтменом и Супермен с Бэтменом в команде Justice League, Лига Справедливости. Но те фильмы не зашли. В свою очередь они решили потом поэкспериментировать с фильмом Джокером от режиссёра Тодда Филлипса, от которого никто фильм Джокера не ждал, потому что режиссёр Тодд Филлипс до этого снял фильм Hangover. Не помню, но как ты был на Вальчишник Вегасе. Да-да-да, Вальчишник Вегасе. И даже сама студия Warner Brothers не хотела, чтобы фильм снимал Тодд Филлипс и поэтому сказала, давай-ка мы тебе сделаем предложение, от которого ты можешь отказаться, мы тебе дадим очень-очень-очень мало денег. Тодд Филлипс всё равно согласился и сейчас уже говорят, что фильм Джокера, который является фильмом с рейтингом R, то есть до 17 нельзя заходить на фильм или только сопровождение с родителями, то фильм Джокера по прибыли догоняет уже Авенджеров, Мстителей. Почему? Потому что он просто стоит дёшево и реклама стоила меньше, поэтому по чистой прибыли он уже догоняет один из самых больших фильмов последних лет. Ну и, кстати, уже почти миллиард собрал. Да. Так что тоже можно сделать в жанре комиксов тоже сделать кино с неоднозначным персонажем, сделать кино об этом персонаже, о его мотивациях. При этом, если мы посмотрим фильм Джокера, это настолько не супергероический фильм, что это просто как бы фильм, психологическая драма. Если собрать все отсылки к комиксам, то можно составить одну страницу сценария, где были бы отсылки к комиксам и к тому миру. А остальное это действительно человеческая драма и фильм, который, скорее всего, даже Мартинес Корсесси бы понравился. То есть можно делать другое. Ну вот, это одно, извиняюсь, тогда закончим. Вторая по статье-то, несмотря на то, что нас критикует Netflix, Netflix, кстати, предлагает нам нестандартный фильм, предлагает нам фильмы, которые были бы рискованными, фильмы, которые, скажем, пропадают с больших экранов, потому что на больших экранах больше не показывается фильм с средним бюджетом, там, 50-80 миллионов. А Netflix при этом дает свободу слова режиссерам, и поэтому на Netflix и, скорее всего, на других стриминг-платформах как раз вот такого рода рискованное кино, оно как раз и найдет свое место. Есть вот еще один любопытный момент, связанный с Джокером, ведь этот персонаж был сыгран очень разными актерами, там, можно вспомнить Джека Николсона, который, ну, когда первый фильм Бэтмен Тима Бартона вышел на экран, и он тогда, ну, сорвал просто в восторге, что это вот его игра была совершенно гениальной, и, казалось бы, вот взяться за эту роль было очень сложно, но Хит Леджер это сделал, и сделал так, что получил Оскар за «Темного рыцаря», и, казалось бы, уже, ну, вот все, тема закрыта, и вот теперь Хакин Феникс, который так сыграл мощно, совершенно по-другому Джокера, отличаясь и от Николсона, и от Леджера, если он получит Оскара, вот уже вычислили, что это будет второй случай, когда актер получает Оскара за, два актера за одну роль, за одного и того же сыгранного персонажа получает премию «Оскар». Первый – это был крестный отец, как раз-таки Марлон Бранду и Роберт Де Ниро, которые сыграли Витто Карлеоне. Ну, замечательно, потому что у всех трех актеров получились очень разные Джокеры. Один из них маньяк, другой криминальный авторитет, другой социопат, то есть, Хит Леджер, и третий – это Феникс, который играет достаточно хрупкого персонажа и персонажа приземленного, и персонажа, который мы можем понять, то есть, и жалеть. Это нельзя сказать о предыдущих как раз экранизациях этого персонажа. Да, ну, вот не зря я заговорил про крестного отца, потому что на самом деле мечта, может быть, неосуществившаяся у многих, многие видели крестного отца еще, может быть, в начале 90-х, в конце 80-х, когда вот в эпоху видеопрокатов это был один из таких больших хитов, то есть, все хотели посмотреть настоящее американское кино, подозревали, что что-то нам недопоказали, и вот он пришел через 20, больше чем, ну, через 20 лет к зрителю нашему, и возможность сейчас его увидеть на большом экране, наверное, это действительно событие, событие, которому надо просто тру-ру-ру-ру-ру трубить во все трубы. Надо, надо начинать трубить, да. мы сейчас полируем трубу, но собираемся, да, как раз начать уже большую рекоменную кампанию на счет того, что у нас 22, 21-22 ноября, то есть, получается, через две недели будут два сеанса, это первый сеанс к фильму Крестный отец 1, второй сеанс к фильму Крестный отец 2. Не знаю насчет третьего сеанса, поскольку третьего части не существует, по крайней мере, мы так условились, что мы игнорируем третью часть, поэтому мы показываем только первые две части из знаменитой серии Фрэнсиса Форда Копполы. И показываем на большом экране в кино Цитаделы, билеты уже можно купить, и это, я согласен, это и для нас тоже событие, поскольку есть список фильмов, наверняка у каждого киномана, и у нас тоже список фильмов, которые мы просто обязаны увидеть на большом экране, «Бегущие по лезвию и бритвы», «Властелин колец», естественно, мы видели, скорее всего, все его на большом экране, но потом еще раз хочется вернуться и посмотреть на большом экране. Для меня, скажем, это тоже был «Бойцовский клуб», мы только что показали «Бойцовский клуб» на большом экране, потому что один из любимых фильмов, и поэтому очень хочется его как раз в осознанном возрасте увидеть тоже в кинотеатре. Ну и в этом плане как раз «Крестный отец», да, для многих, скорее всего, повторения с тех пор, как они уже видели в 90-х, для некоторых это будет, в том числе и для меня, это будет первый шанс как раз увидеть на большом экране в отличном качестве это знаменитое кино. Хочется напомнить, что когда этот фильм вышел, в самом деле, ведь Аль Пачино, это была его, по-моему, вторая роль в кино, он считался театральным актером. Роберт Де Ниро, ну, по-моему, там был таксист, ну, вот до этого, но, тем не менее, это был его, ну, вот первый Оскар, и это была такая, ну, просто он стал легендой. Ну, Марлон Брандо там, в принципе, уже, конечно, забронзовел, но, по идее, это тоже роль, по которой его сразу вспоминают, ну, такая визитная карточка. То есть, вот, когда мы говорим об этой картине, насколько это, ведь, Коппола ведь в то время тоже снял, по-моему, четыре каких-то малоизвестных фильмов, это был его первый большой такой вот, большой фильм, который выстрелил, и многие не верили в то, что молодой, достаточно режиссер, без каких-то больших успехов за плечами, может снять, ну, что-то хорошее, а получился вот на самом деле шедевр. Шедевр. Вот сколько не составляется списков там величайших фильмов, он обязательно попадает, ну, вот в первую пятерку, если не на первое место, то есть, его там «Гражданин Кейн» там, ну, ставят, ну, там, и это тоже уникальный случай, ведь, когда есть огромное количество фильмов, которые нравятся критикам, но которые не любят смотреть публику, ну, положа руку на сердце, ну, то есть, ну, критики, вот, да, что-то они нашли в картине, здесь вот совпал зрительский восторг, потому что эта картина стала, ну, одним из самых, она побила всех в кассовом, в кассе, и она вызвала восторг критиков, и получила три «Оскара», было бы больше, но в тот же год вышла «Кабаре» Боба Фосса, и это вот, ну, просто когда ты думаешь, вот два таких вот столпа, вот, они схлестнулись за «Оскары», это было, конечно, жутко обидно, потому что, вот разойдись они в какой-то год, это было бы, ну, понятно, что получил бы и «Крестный отец» больше, и «Кабаре» получила бы больше. Бывают такие годы, которые получаются, ну, какие-то совпадения с очень шикарными фильмами, там, многие называют, скажем, 99-й год, когда тоже вышли, и «Матрица», «Бойцовский клуб», «Быть Джоном Малковичем», и такого вида кино, или 2007-й год, где был «Это место не для стариков», и «Нефть», «There will be blood», то есть тоже два фильма, которые, ну, как кому дать Оскар, ну, обеим, естественно, картину. Ну да, «Крестный отец», естественно, это шикарное кино, и, как вы уже сказали, это удивительное кино, потому что даже «Первый источник» не является, скажем, грандиозной книгой, или книгой с высокими наградами, то есть это было достаточно такое, ну, бульварное чтиво, и вот то, что вот Коппола взял и собрал в одно киносочинение из двух частей этот роман, это, конечно, удивительно, потому что «Музыка не народа», который, постоянный композитор Федерико Феллини, сама тема, ну, вот, гангстерской семьи, ну, то есть, любимый фильм, вот, удивительно, таких непохожих людей, как Стивен Спилберг, Сокуров, Юрий Быков, то есть там, вот, все называют, ну, вот, можно перечислять огромное количество кинематографистов, которые называют этот фильм одним из своих самых любимых, и это тоже вот какая-то магия, вот, почему он нравится совершенно разным, с разным видением, совершенно с какими-то разными представлениями о кино людям, то есть, вот это тоже поражает, и увидеть его на большом экране, ребята, это этого стоит. Хотя, вот, нынешний, вот, кто-то даже написал, говорит, что вот один, если вот ставить шедевры, лучшие представители видов искусства, это Гамлет Шекспира, Реквием Моцарта, Подсолнухи Иван Гога, Крестный отец Копполы, то есть, вот, если собрать из каждого формата, да, из каждого формата что-то вот, что-то самое-самое идеальное, ну, и есть вот какая-то мистика, потому что, вот, когда я читал, ну, готовился, смотрел об истории фильма, ведь просто в один воскресный день в Сан-Франциско Коппола сидит, читает Нью-Йорк Таймс и видит рецензию на фильм, на книгу Марио Пьюзо. Ну, ему показалось это любопытным. Вдруг звонок в двери, заходит к нему, значит, продюсер Алла Руди и говорит о том, что, слушай, такой хит вообще надо было бы вообще позадуматься. И он, Коппол говорит, только что, я вот читал газеты, тут раздаётся телефонный звонок, он поднимает трубку, это Марлон Брандо звонит, ну, он его хотел снимать в фильме «Разговор», там, где потом Джин Хэкман сыграл главную роль, но просто вот они должны были созвониться, обсуждать. И вот потом, когда Коппола вспоминал, он говорил, вот это просто на протяжении каких-то вот нескольких минут вдруг вот все главные персонажи, ну, то есть вот все люди, которые делали этот фильм, они оказались в одном месте, в одно время. И вот он говорит, что это, если не рука вот проведения, не рука судьбы? Вот, ну, просто хочется так нагнетая, и говоря о том, насколько там и Аль Пачино не хотели брать продюсера, и говорили, что это абсолютно неизвестный, там, никому не знакомый актёр, вот сколько стоило Копполе усилий убедить их, всё-таки его взять в картину. И в результате Аль Пачино получил уже, по-моему, номинацию, если я не ошибаюсь, на Оскар, но вот первую из семи. И затем вот его карьера практически стала блистательной, один из лучших актёров Голливуда на нынешний момент. Не считая, сколько отсылок, значит, создал Крестный отец на себя в других фильмах или в другой поп-культуре. И редкий случай, когда вторая часть получилась, ну, многие даже спорят, какая из этих частей лучшая и более сильная. То есть, вот интересный момент, когда, казалось бы, сиквел, но фильм второй не уступает первому ни капли. Но в этом, кстати, интерес, потому что вторая часть, она не повторяет первую. То есть, первая есть своя история и свой концепт, свой формат, а вторая часть уже совершенно другая, история другой формат. И в этом плане как раз интересно смотреть обе части, потому что они настолько, несмотря на то, что они состоят в одном сериале, и они даже вышли на протяжении двух лет, то есть, тоже достаточно интересно, что настолько глобальные, большие картины вышли с разрывом всего два года. Несмотря на это, вторая часть, она просто настолько отличается по своему концепту, по своему концепту сюжетной линии и составляющих частей, что ее настолько же интересно смотреть, как и первая часть. Ну, так что 21-22 ноября смотрим, готовимся, ну и фильм проем, который совсем скоро выйдет на экраны, также, надеемся, порадует киноманов, но нам пора заканчивать программу «Синема». Сергей Мусатов, Кинокулц сегодня у нас был в студии. Спасибо. Спасибо.